Путешествие с палаткой или ни дня без комфорта? Проверили на себе? Автомобильная переправа на пароме? Удобно ли это? Русский фермер в черногорской глубинке? Заехали познакомиться? Где самый древний мост в Черногории? Кто и когда построил? Уезжаем с жаркого побережья, отправляемся в маленькое путешествие. Поездка на пароме через Которский залив всегда отдельное приключение. Помещаются на пароме 50 машин и таких паромов на переправе 4. Есть еще один на 70 машиномест. Как только судно наполнится, сразу же отправляется к другому берегу. 10 минут наслаждения морской прогулкой. Паромная переправа – самый удобный способ перебраться через Боку-Которску. В этот раз мы едем с палаткой. Дело в том, что мы постоянно оказываемся в какой-то глухомане, где найти жилье в аренду невозможно. Салон в машине позволяет разместиться на экстренный ночлег двоим персонам, но никак не четверым. Выход один – положить палатку в багажник на всякий случай. А вот и самое узкое место Которского залива. Это Вериги – самый узкий пролив Боке-Которской. Ширина его до 250 метров. Видишь, два маяка? Это называется пролив, да? Да. Маяк. Классно. А для чего маяк нужен? Чтобы начало свистеть. Свистеть или светить? Свететь. Корабля. История свидетельствует, что с древних времен местные жители цепями, то есть Веригами, перекрывали его, защищая себя от кораблей, пиратов или врагов. И перед нами Которский залив с той точки, с которой его обычно никто не видит. Там вдали Котор, пират. Вон косяк поплыл, смотри. Какой косяк? Рыб-косяк. Где наши удочки? Нигде. Виды на залив восхитительные. Но пора двигаться вглубь материка. Остановились пообедать под липой. Просто необыкновенный аромат. Невозможно прекратить внюхиваться в это. Огромные цветки. Они, кстати, как-то и по структуре даже не совсем такие, как у нас в России. И зимой очень вкусный чай. Конечно же, сейчас будем собирать, заниматься заготовками будем. Наш маршрут пролегает мимо деревни Грахова, где, по слухам, живет и ведет фермерское хозяйство русская семья. Как не заехать? Ферма Виталия Тюшевского в поголовье скота оказались впечатляющими. Так как встреча наша не была запланирована, хозяин попросил не снимать его. Говорит, в рабочей форме не готов. Так, сейчас все закончили, Касте сейчас вывозить надо. Все это хозяйство Тюшевские завели, переехав в Черногорию 7 лет назад. Из России, Оренбургской области. Пришлось с нуля изучать местные особенности ведения сельского хозяйства. На самоизоляцию залезло. Продегустировали сыры производства Юлии и Виталия, отменные. Купив понемногу сарделек и сыров, поблагодарив гостеприимных хозяев, двинулись к озеру, которое нам посоветовали посетить фермеры. Надпись, да? Чистое озеро, где наш понус. Наш понус, это значит наша гордость. Здесь можно из палатки остановиться, чтобы нагуляться и накупаться вдоволь. Только жабка здесь, да? Вот сока сама уже придет. Какие-то брутальные сосны, я бы сказала. У них как-то мало иголок такие. У нас планов громадье. Хотим увидеть римские мосты в Никшиче, а по дороге взглянуть на озера вблизи города. Вот оно слано озеро, слано езеро, соленое озеро под Никшичем. Это одна из достопримечательностей Черногории. А вот и римский мост, построенный в третьем веке нашей эры. Реки не видно, просто через овраг, что ли. Наверное, весной здесь бывают реки. Мост на реке Маштаница самый древний на территории Черногории. Историки склоняются к версии постройки его древними римлянами, так как находится мост на дороге, соединявший в те далекие времена побережье с римскими поселениями в глубине материка и уходящей за Скадарское озеро на территорию современной Албании. И тут как-то интересно, мост поворачивает на 90 градусов. Да, вот прям видно, что эта дорога шла. Вот она, стена ее продолжается. Длина моста 22 метра, а ширина около двух. В окрестностях по сей день находят римские монетки. Недалеко едва различимые фундаменты римского поселения. Правда, от третьего века осталось у моста немногим больше основания. Он не раз разрушался, в том числе и от землетрясений, и перестраивался. Ученые отмечают следы реконструкции в османский период, когда распространенной практикой было использовать в качестве стройматериала надгробные плиты. Осторожно, осторожно, коровы сегодня по нему ходят. Римляне строили и для коров в том числе, никого не обделили. Есть в Никшичи и другие мосты, построенные по следам древнеримских сооружений. Но это отдельная история. Пока осмотрели все римские мосты, уже и вечер наступил. Смеркается, пора искать место для лагеря. Территории незнакомые, поэтому смотрим на карте, где вокруг леса, где болото, чтобы не отмахиваться всю ночь от комаров. Рельеф. Мы сегодня в палатке спим. Кипел вылаз. Ночуем у озера под городом Никшичем. Тишина и красота. Ну все, спокойной ночи. Но вы не засыпаете у экрана. Проснувшись в 6 утра, позавтракав отменным творогом с фермы Грахова, сардельками оттуда же, поджаренными на костре, отправились исследовать окрестности. Да здесь что-то необычное. Обнаружили дорогу на озере, подтопленную. Сколько ей лет, сколько сот. Да, похоже на древнюю дорогу, которая сегодня ушла под воду. Вот бы разузнать о ней. Может вам что-то известно? Отзовитесь, пожалуйста. Пока изучаем берега, размышляем, нужна ли семье палатка и что необходимо учитывать. Мы обновили палатку, которую купили. Палатка. Вот она наша палатка. Семейные истории наши. Мы купили примус и палатку. Все зависит от уровня комфорта, с которым вы готовы мириться. Главный вопрос, где мыться, если вы не арендуете жилье или гостиницу, а выбираете ночевку в палатке. Нам повезло. На протяжении всего нашего маршрута, который вышел за рамки этого фильма, нам встречались озера, горные речки, родники. И купались мы по 10 раз на дню в диких местах. Да, водичка освежающей температуры, но чистейшая. Никакого хлора. Тишина ни живой души. Видимо, все отсюда едут отдыхать на море, а мы наслаждаемся одиночеством. Почему-то по берегам озера вообще никого, кроме нас. Второй важный вопрос. Оборудовать палатку для ночевки в горах нужно тщательнее, чем если в предгорье путешествовать. Коврики с отражающим от земли холод покрытием, спальные мешки просто необходимы. Потому как температура даже летом на нашей практике была однажды около 4 градусов, считай зима. Я, честно сказать, даже не думала, что с палаткой так здорово путешествовать. В детстве, помню, такой опыт с меньшим энтузиазмом воспринимала. И детям увлекательно. Пробуйте сами, решайте сами. Музыка. 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 Музыка.